Добрый день! Добро пожаловать на площадку Овощной город. Я не планировал снимать сегодняшнее видео, но результаты испытаний инсектицидов на капусте сильно поразили меня, и я хочу поделиться этими результатами с вами. Сегодня речь пойдет о вредителе, который несмотря на свой малый размер может нанести огромные повреждения растениям капусты и снизить уроженность более чем в два раза. Для начала коротко расскажу о сути проводимого в этом году опыта. Было заложено три варианта. Целевым объектом являлась капустная моль, то есть гусеница капустной моли, конечно же. Три варианта. Это амплига, это другой препарат, который также нацелен на борьбу с чешу и крылыми вредителями, и контроль, который не обрабатывался от капустной моли, но на начальном этапе он был защищен от крестоцветных бошек. В моих курках растения капусты с двух разных вариантов. Оба этих вариантов обрабатывались в одни и те же даты. Количество обработок абсолютно одинаково, но разница между вариантами просто колоссальная. Как видите, один из вариантов был сильно поврежден крестоцветными бошками. Несмотря на холодную погоду, они до сих пор присутствуют на растениях и оставляют повреждения даже на вот таких уже загрубевших листьях. Давайте очистим кочан капусты от поврежденных покровных листьев и посмотрим, что же у нас в итоге останется. Вот что в итоге у нас получилось. Остался небольшой кочанчик и куча листьев поврежденных, которые не годятся на реализацию. И вот вариант самплига, который эффективно справился с проблемой крестоцветных бошек. И другой вариант, на котором бошки оставались до конца сезона. Ситуация может быть, конечно, еще хуже. Вот кочан капусты с контрольного варианта. На контрольном варианте проводились обработки против крестоцветных бошек до начала появления капустной моли. После этого обработки на контроле были полностью прекращены и проводились обработки против моли на вариантах амплига и на варианте с другим препаратом. Разница между контролем и амплига, конечно, вообще колоссальная. Тут урожайность снизилась более чем в три раза. Что же в итоге? Несмотря на то, что крестоцветные бошки начали заселять растения капусты на нашем опытном участке только начиная с фазы завязывания кочана, то есть самая уязвимая фаза уже была пройдена, все-таки крестоцветным бошкам удалось нанести серьезный вред растениям и в итоге мы получили снижение урожайности. Поэтому на ваших полях не забывайте бороться со всем спектром вредных организмов, дабы не получить серьезного снижения урожайности. Удачи вам и до новых встреч!